Каждый год на воду спускают тысячи новых плавательных средств. Добро пожаловать на канал Парадокс и сегодня мы вам покажем самые необычные из них. Hot Top Bot Компания Hammasher Schlemmer выпустила самую настоящую плавающую ванну Hot Top Bot. Весьма необычное место для того, чтобы отдохнуть самому или с друзьями. Лодка имеет возможность плавать по различным водоемам, рекам, озерам, морям. При этом ванна-лодка оснащена не только механизмом забора воды из водоема, её очистки и нагрева, но и акустической системой мощностью 100 Вт. Здесь также есть четыре отделения для хранения личных вещей хозяина лодки и его гостей. Судно работает от аккумуляторов. Они нагревают воду ванной и питают энергией её мотор. Полная же зарядка этих батарей длится около 10 часов. Стоит это чудо-лодка более 42 тысяч долларов. Игуана 29 Игуана Яхтс – представитель свежей волны в яхтенной индустрии. Это французская инновационная компания, умело воплощающая в жизнь смелые футуристические идеи и разработавшая совершенно новый тип водной техники. Катера-амфибия Игуана оборудованы автоматически выпускаемыми гусеницами, позволяющими использовать судно в качестве вездехода на суше. Впрочем, при всей своей высокотехнологичной начинке Игуана является полноценным качественным консольным катером с великолепными ходовыми качествами, подходящим для небольших прибрежных прогулок, отдыха, спорта или рыбалки. Для передвижения по воде судно использует мощный подвесной двигатель, позволяющий достигать максимальной скорости в 35 узлов, что составляет около 64 км в час. Вся поверхность, включая прорезиненный пол, обивку сидений и подушки, покрыты защищающим от воды и песка слоем и легко очищаются. Иго – семей субмарин. Это необычный катамаран и подводная лодка в одном. Подводная часть этого транспортного средства создана из акрилового стекла, того же материала, из которого делают стенки гигантских аквариумов в океанариумах. Так что не стоит бояться, что это стекло вдруг треснет от давления воды или удара об подводный камень. Впрочем, даже при этом невероятном случае, пассажиры Иго могут просто подняться на верхнюю палубу своей катамаранной субмариной. Рассчитана эта лодка на двух человек, по крайней мере, именно столько может находиться одновременно в её нижней части. Она может двигаться со скоростью до 4 узлов, примерно 7,4 км в час. А аккумуляторы позволяют двигаться на одном заряде без остановки 6-10 часов, в зависимости от выбранного скоростного режима плавания. Глайдер Яхтс Суперспорт СС-18 Этот шедевр гидродинамической науки имеет невероятный внешний вид и самые превосходные ходовые характеристики. Максимальная скорость катера СС-18 составляет 102 км в час. Роскошная модель доступна по стартовой цене 1 миллион 300 тысяч долларов США. Глайдер Яхтс СС-18 похож на безмоторный летательный аппарат, способный неслышно скользить по океану. Напоминая огромную водомерку, яхта имеет очень маленькую площадь контакта с водой и словно прошивает волны своими опорами. Концепт разрабатывался в течение 8 лет. Яхта построена из лёгкого алюминиевого сплава, способна взять на борт до 8 человек. Длина судна составляет 18 метров, ширина – 5 метров 30 сантиметров. Строительством глайдер Яхтс занималась британская верфь Бургес Марин. Космик Маффин Лодку создать можно фактически с любого материала. А примером этому стало средство для плавания Космик Маффин, что разработали умельцы из корпуса самолёта марки Boeing 307 Stratoliner. Идея построить лодку из самолёта пришла риэлтору Кеннету Лондону. В 1969 году он выкупил остатки самолёта за копейки, а уже в 1974 году закончил работу над необычной лодкой. Лондон восстановил пострадавшие интерьеры и вообще сохранил от самолёта максимум того, что можно было сохранить. В 1981 году лодку купил Дэвид Дриммер и владеет ею до сих пор, используя как развлекательный аттракцион и прогулочную яхту. Альфа Центавр Пять лет Крис Филлипс работал в гараже своего отца. Он спроектировал и построил моторную лодку, о которой мечтал всю свою жизнь. Прототип моторной лодки Крис назвал Альфа Центавр. Судно выполнено по двухкорпусной схеме – катамаран – и напоминает внезапно приводнившийся небольшой истребитель и спортивный автомобиль одновременно. Каркас Альфа Центавра сделан из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую прочность. Чтобы получить низкий коэффициент сопротивления и сохранить стабильность на любой скорости, при проектировании формы наружных панелей применялись гидродинамические компьютерные расчёты. Судно оснащено 9,5-литровым двигателем Chevrolet V8, который приводит в действие двухступенчатый водомёт. Благодаря этому развивается максимальная скорость на воде до 110 км в час. Химику Water Bus Как и во всяком уважающем себя городе с речкой, в Токио есть речные трамвайчики. Но, пожалуй, только японцы могли выдать карт-бланш на дизайн корабля художнику-аниматору, специализирующемуся на олдскульной космической фантастике. Корабль назвали Химику в честь легендарной первой царицы Древней Японии. Корпус покрашен серебряным металликом и похож на космический корабль. Он совершает регулярные рейсы по реке Сумида от Асакусы до острова Одайба. Деревянный Ferrari F50 По улицам каналам Венеции теперь можно прокатиться не только на легендарных гондолах, но и на автомобиле Ferrari F50. Точнее, на точной его копии, которую итальянский энтузиаст изготовил из дерева. Ливио де Марчи потратил пять месяцев на то, чтобы выпилить из сосны копию Ferrari F50, раскрасить её фирменными логотипами и оснастить своё творение лодочным мотором Ямаха. По словам конструктора-энтузиаста, он владеет единственным в своём роде автомобилем, который может ездить по Венеции наравне с гондолами. На этом всё, друзья. Поддержите нас репостом, а также не забудьте оценить ролик лайком или дизлайком.